Для нас это неприемлемо, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговора с президентом России Владимиром Путиным, говоря о ситуации с заключением в тюрьму оппозиционера Алексея Навального. Во время своего визита в Москву в пятницу она призвала освободить политика в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Путин ответил, что Навальный осужден не за свою политическую деятельность. Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона. Немецкий касслер также призвал президента России продлить соглашение с Украиной о транзите газа, срок которого истекает в 2024 году. Путин сказал, что до окончания строительства газопровода «Северный поток-2» осталось 15 километров, но Россия готова продлить соглашение с соседями. Правда, по его словам, страна не может сделать этого, пока у нее не будет контрактов на поставку потребителям в Европе. Другой темой стал Афганистан. По словам Меркель, талибы пользуются большей поддержкой, чем хотелось бы Западу. Она считает, что те афганцы, которые сотрудничали с войсками коалиции, заслуживают защиты и безопасности. Путин заявил, что в интересах России не останавливаться на результатах военной кампании США и что важно установить добрососедские отношения с республикой. Он заявил, что Москва и ее партнеры должны объединиться, чтобы помочь людям в Афганистане. Ранее в тот же день Ангела Меркель возложила венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Российский лидер встретил ее цветами, отметив, что сторонам многое нужно обсудить. Этот визит в Москву, скорее всего, станет для Меркель последним в качестве канцера. Она должна уйти с поста после выборов в Бундестаг 26 сентября. Редактор субтитров А.Семкин